Ребенок подходит к вам и вот так бьет вас, что вы делаете? А если кирпич берет, кидает вас в кирпич, маленький ребенок, что будете делать? Ну в угол встать, ну вы уйдете от него, скажете, я ушла от ребенка своего. Такое возможно, нет? Невозможно, да? Невозможно, а почему? Потому что вы предполагаете, что он может быть глупым. Поэтому он глупый, он глупый, взял кирпич, ну в угол его кирпич вытащить из рук, все, что делать? Ну ударил по ноге кирпичом, больно. Ну что делать? Ну ребенок же он глупый. А мужчина взрослый может быть глупым или нет? Веды говорят, что мужчина, когда чувствует женское тело, он тупеет. Женское красивое тело начинает эксплуатировать его, наслаждаться им. И вот это поэтому, когда мужчина сходится с женщиной, даже если мужчина занимается духовной практикой, он первое время тупеет просто. Понимаете? Так действует женская энергия на него. То есть он начинает обладателем становиться женского тела. Он тупеет такой. Поднимите руку женщины, которые это видели своими глазами. Вот так. Много. Некоторые поскромничали. Я думаю, все видели. Как мужчина так все идет. Глаза квадратные. Я мое. Я начальник. Так, да? Такой хороший был сначала. А потом что-то из него произошло. Дети тоже такие хорошие. Потом раз кирпич берет. Просто дайте возможность человеку быть глупым иногда. Вот он, вот как мужчина, вот в чем глупость мужская заключается. Вот в этой тупости. Я тебе что сказал? Ну вот просто так половая энергия действует. Она бьет по мозгам. И все, мужчина вот так тупеет. Он не может слышать женщину, видеть ее. Не может нежно, по-доброму относиться. Я тебе сказал, не свои принципы. Лекция наслушался, все. Благости стало. Кулаком по столу. Пеша, я благости, а ты нет. Ну это, просто глупости, все. Благость означает прощать, любить, верить, заботиться, терпеть. Если ты разумный человек, дай возможность другим быть неразумным. Прощаем. Позволяй людям не знать, для того, чтобы они узнали. Для того, чтобы человек что-то узнал, надо им позволить не знать. Вот если я сейчас вам не позволю не знать. Вы что, этого не знали? Сейчас половина зала из лекций ждут сразу. Да? Не сказала? А почему не сказала? Когда приду, я даже знаю, что он спрашивает. Почему не сказала? Потому что он ушел от меня. Я думаю, он приехал сейчас, и он все равно завтра уезжает. Поэтому не сказала. Но не сказала, потому что вы ему не доверяете просто, и все. Он меня не спрашивает. Как вот ему аренда... А вы его не спрашиваете, почему к другой пошел? Ну вот, конечно, как мне это хорошо. Но все очень хорошо. Это хорошо, да? Он тянет его другой. Тянет, да? Понимаете, нет баланса в отношениях. Вы его не воспитываете. Вы разбалывали его просто. Да. Вот как ребенка можно разбаловать, мальчика, так и мужчину. Не надо баловать человека. Построже надо себя с ним вести. Сначала пожить отдельник какое-то время. Не надо держаться за соломикой. Ну вот опять вы держитесь за соломикой. Не скажите ему условия поставки. Как бы, я не хочу, чтобы ты ходил другой. Все. Если хочешь ходить, тогда ходи. Но тогда мы не общаемся пока. Нет, просто вот как к нему устраняется? Понятно. Ничего не понять, там вообще ничего не понять. Что, как сказать? А при чем тут это вообще? Забудьте о том, что... Зачем вам вообще ему говорить, что вы на лекцию ходите? Ну это смешно просто, смешно. Это как про Волочку анекдот. Волочка, как бы... Мама спросит, Волочка, ты чем занимаешься? Я, как бы, развратом. Смотри, не кури. Ну смешно же. Ну понимаете, о чем вы говорите сейчас? Да, я думаю, что... Ну он со мной тоже не хочет разорвать отношения. Да он уже разорвал свои отношения. Это же предательство, то, что он сделал. Что понятно? Ничего не понятно, вообще ничего не понятно. Вы потеряли себя просто и все. В этих отношениях вы потеряли себя. Вы верите в человека, а не в Бога. Неужели думаете, Бог вас не защитит? Я хочу перестраиваться. Перестраивайтесь, хорошо. Не разрывайте отношения. Говорить ему о лекции не обязательно. У вас не такие отношения, что к вам ему вообще о чем-то говорить. Вы можете жить своей жизнью спокойно, потому что он живет своей. Вам надо быть достойным, понимаете? Достойный человек, он вас тогда уважать начнет. Он вас вообще не уважает как человека, понимаете? Вы для него просто, ну, предмет, с которым он находится рядом. Который он контролирует. Вот правильно, предмет, который он контролирует. Правильно. Да, ну, так зачем быть предметом, который кто-то контролирует? Вы разве не человек? У меня вопрос-то положение не всегда было так, что, ну, я даже не отвечал. И перестроится как-то тяжело. Ну, сейчас вы не отвечаете за этого человека. Ответственность означает строгость. Вы не можете строгость с ним совести. Вы привязаны настолько сильно к нему, что вы ему позволяете больше, чем положено. Вы его толкаете в греховную жизнь сейчас. Бог с вас должен спросить, почему он сейчас изменяет вам. Он с вас будет спрашивать, Бог не с него. Вы ему позволили это, понимаете? Это большая проблема. Вы не обязаны отчитываться сейчас перед ним. Уходите вы куда-то, не уходите. Вы, если он спросит, куда ты пошла, вы скажете, куда ты ходишь? Почему я должна перед тобой отчитываться, если ты изменяешь мне сейчас? Вы ему такие слова говорите, нет? Нет, он говорит. Почему? Разве правда не является лекарством? Вот, какая делая на него слабость, какая? Вы знаете, все нормально ведь вы делаете. Все хорошо. Вы на лекции, главной моей, ходите. Отходите на лекции, а остальное все хорошо. Понимаете, я хочу вот так, как вас зовут? Наташа, хочу, чтобы вы на лекции находите. Сидите. А вот вы сидите, там мне вот это очень нравится все. А так у вас что-то происходит в жизни, ничего страшного. Ну, мы уже разбавили, ничего страшного. Все нормально. Вы можете меня спрашивать, о чем угодно на лекциях, что хотите, говорите на лекциях, неважно. Главное, чтобы ходить. Вас устраивают такие отношения со мной? Ну, вы сейчас такие отношения с своим мужем сейчас строите. Разве это хорошее отношение? Это не честное отношение? С моей стороны. Конечно. Ну, вот сейчас я вот честно к ней повел себя или нет? Вот я начал вот так все разговаривать. Это честное поведение? Нет. Что хотите, делайте. Ходите, я так хочу, чтобы вы ходили на лекциях. Зачем это? Кому это нужны такие вообще отношения? Нет. Нечего говорить спасибо. Вы ничего еще не произошло в вашем сердце. Вы не знаете еще ничего, что делать. Садитесь. Мы сегодня узнаем, что делать. Именно вашу. А где она? Ну, найдите мне ее тогда, чтобы я ее прочитал. Олег Леонидович, пожалуйста, пожалуйста, мне кажется, определилась в сроке деятельности. Вы заражены? Нет. Да, это второй вопрос. Это первый вопрос. Нет. Да, я думаю, первый, второй вопрос. Нет, это первый вопрос. А вы считаете, что это второй? Тогда расскажите, пожалуйста, по личной жизни тоже? Тоже? Или по личной жизни? Пожалуйста. По личной жизни. Вот смотрите, сейчас объясню вам. Лично жизнь — это сфера тяжелого труда женщины. И когда человек не развит, он бежит подсознательно от этой сферы, в ту зону, где тоже тяжелого труда нет, где есть развлечение. И женщина бежит от личной жизни, от сферы тяжелого труда в своего сердце, бежит в работу. И это бегство никогда не даст никакого хорошего результата. Я уже знаю заранее, что будет в этом месте. Вам нравится эта деятельность, которую вы хотите там найти? Ну, куда вы прибежали? Ну, у вас будет четыре стадии. Первая — очень интересно. Вторая — стадия — устаю. Третья — надоело. Четвертая — ухожу. Поднимите руку женщины, которые так живут. Это значит, что у вас нет правильного отношения к личной жизни. Вектор вашей силы направлен в деятельность. И вы там ищите успокоение в своей судьбе. А надо искать в труде, с близкими людьми, в личной жизни. И тогда женщина ходит на работу, она не сильно от нее что-то требует. Она пришла, чуть-чуть поговорила, что-то поделала, перекусила, отдохнула. А, то есть не женщина виновата, да? Мужчина виновата вообще. Да? Нет, они тупые. Они тупые. А женщины острые такие, да? Женщины умные, а мужчины тупые. Доказано уже. То есть я не могу возражать даже. Это наука, возражать невозможно все. Вы первый раз на лекции? Да. Я рад вас видеть здесь. Мы с вами еще встретимся, на лекции поговорим. Ну, мне нравится ваша смелость. Всем примерно. Поднимите руку, кому не нравится сейчас эта смелость этой женщины. Смотрите в зал. Абсолютно я знаю, что я знаю, что я знаю. Вам абсолютно, да? По отношению к ним. Есть много проблем. Мы их решили. Мы их решили. Есть только одна просьба. Меньше гордостью. Больше смирения. Хорошо? Видите, я принял ваш вызов к смирению. Теперь вы должны ответить тем же взаимностью. Принять меня как человека. Моя просьба к смирению. Смирение. Течет. Хорошо? А? Нашу? А кто еще хочет, чтобы его записочку поднимать? Ну, это невозможно. У нас уже лекция начинается. А, Финадич, не поскажешься, что человек получил? Нет, я еще не договорил. Смотрите, проблема заключается в том, что вот этот вот переход, этот щелчок от занятости своим развлечением, то есть попытки найти себя на работе, от попытки углубленно думать о своей личной жизни, этот щелчок, переход в сердце женщины возможен только с помощью духовной силы. Своими силами невозможно это сделать, потому что это же очень сильный душевный труд. Очень тяжело. Понимаете? Вот у вас сейчас, я чувствую, пошло немножко в ту сторону. Пшло, пшло. В сторону личной жизни. В сердце ваше. Это здорово. Труднитесь в этом направлении. Когда женщина имеет основу, базу в жизни, она как бы в личной жизни крепко сидит, то для неё деятельность становится не такой важной. И когда деятельность становится не такой важной, она в этом состоянии легко может ужиться на любой работе. Потому что когда ценность работы становится в рамках судьбы у женщины, тогда она воспринимает сферу деятельности с позиции личной жизни. В ней перескоп происходит в сознании. В результате она очень остро воспринимает все там какие-то трудности в отношениях. А там деловые отношения, понимаете? Это означает, что они вообще в принципе не подходят для женщины. Женщина же соткана из близких отношений, а на работе деловые отношения. А она, это её жизнь и работа, она туда направила своё сознание. В результате она очень сильно переживает за то, что там происходит. А ей не надо переживать. Она вообще должна спокойно ко всему там относиться, отработала, пошла домой и всё. Между делом. Не сильно вникая в подробности. Бывают женщины, которые должны вникать, они, может, в руководстве находятся, но опять же они должны иметь хорошую базу, чтобы правильно там себя вести. А база означает личные отношения. Очень стабильность сильная в личных отношениях. И тогда женщина выступает как мать перед подчинёнными. И может правильно их наказывать по-доброму. Можете идти на эту работу, у меня нет проблем. Я согласен. Ну, ещё что хотите сказать. Но всё равно вы там долго не проработаете. Можете идти. Ну, я сейчас учусь ещё. Ну, учитесь, да. Да, вот сто процентов. Женщин надо полегче выбирать. Полегче профессию. Вот хорошая мысль, прям супер. Ну, вот по личной жизни, я сейчас, ну, утром года общаюсь с человеком. Немного уже общается. Много, да. А почему? Ну, не знаю. А я знаю, я знаю. А вы боитесь за него замуж. Вы не хотите личной жизни просто. Бегайте от него. Ну, нет, это то, чтобы я просто, ну, как бы пока, ну, не знаю, когда ли я взяла или нет. А вы никогда не узнаете. Вот полтора года прошло, вы не узнали. Значит, никогда не узнаем. Сколько надо времени, чтобы узнать? Нет, ну, я, в принципе, думаю, то есть я сомневаюсь за то, что я была, я была, я была, у нас так получилось, что отношения с этим есть. Так получилось. Надо замуж на него выходить. У каждого мужчины есть недостатки. Вывод вашего недостатки вас пугает просто. У каждого мужчины есть недостатки. Понимаете, если с мужчиной полтора года прообщалась, и все нормально, значит, надо выходить замуж. Значит, он нормальный человек, понимаете, потому что не столько таких мужчин, с которыми даже три месяца не пообщаешься сейчас. Вы полтора года целых, представляете, это же большой срок для того, чтобы с мужчиной. Ну, ее-то зовет, вас же зовет? Нет. Нет? Я думаю, что это не скоро еще. Не скоро позовет. Надо стимулировать его. Периодически на недельку выпадать из отношений. Потом как бы он звонит, вы говорите, ну, я чувствую, что у нас в серьезную сторону отношения не развиваются, они какие-то поверхностные. Надо его как бы немножко отрезлять, отрезлять. Вы же должны стимулировать в нем мужчину, чтобы он мужчиной стал. Как или нет? Женщина развивает мужчину мужчину? Женщину мужчина развивает. А? Ладно, мы хорошие. Пора лекцию читать уже. Люди, нет, нет, все, вопросы закончились. Сегодня очень сложная лекция и понимание. Особенно для тех, кто пришли первый раз. Я бы с удовольствием для девушки почитал сейчас лекцию о том, что такое женское достоинство, как оно правильно должно функционировать в жизни. Ну, это, ну, к сожалению, кто из вас первый раз вообще слышит мои лекции? Поднимите руку. Ну, вообще, да, вот первый раз вообще. Вот, к сожалению, вот вам будет очень тяжело сегодня на этой лекции. Очень тяжело. А кто из вас уже три года слушает мои лекции? А вот вы будете очень счастливы на этой лекции. Очень счастливы. Потому что это формат самый сложный и самый глубокий. И я, к сожалению, как бы его вот выбрал сейчас, и я не могу отступить. Мне придется его читать, именно этот формат. И в Питере люди разделились после лекции. Одни говорили, я давно ждал такой лекции. Это была самая лучшая лекция в моей жизни. Спасибо вам большое, что вы ее вообще провели. А другие просто уходили с лекции, говорили никакой информации, одни слова какие-то, ну, как бы никакой информативности в лекции. Понимаете? Потому что лекция будет практической. Вплоть до того, что мы сейчас, выйдет несколько человек на сцену, и мы будем менять их судьбу. Да, настраиваться, повторять. Я желаю всем счастья. Вы хотите, чтобы да? Нет, я выберу сам. Те, кто хотят, чтобы поменял кто-то их судьбу, я точно не выберу. Я выберу тех, кому очень тяжело сейчас. И это видно очень сильно по ним. Когда они выйдут, вы тоже увидите, что им очень тяжело. Вчера в Питере один молодой человек вышел, он шатался вот так на сцене стоял. Другая девушка была очень бледная, встала вот так, ей было очень тяжело. Людям бывает крайне тяжело в жизни. Им помогло сильно. Они почувствовали облегчение, когда 800 человек, там 600 вместе настраиваются, помочь человеку. Вот огромная сила, вы не представляете даже, как это все. Вы увидите по людям потом. Первая тема нашей беседы — это ход времени. Можно проследить два типа хода времени. Один тип ход времени движется внутри человека. И вы должны знать, что время, оно в этом мире нас приводит к экзамену. Цель времени, движение времени — это заставить нас давать экзамен. Время всегда, грубое тело или наше вот тело, оно движет всегда к разрушению. С самого детства. Человек рождается, он стареет все время. Тело стареет, идет к разрушению. Что касается тонкого или психического тела, или психики, веды считают, это тоже тело, психическое тело человека. Ум, разум, чувство собственного достоинства — это три компонента психического тела. Они взаимодействуют друг с другом. То время на психику человека действует таким образом, что оно движет его к увеличению трудностей. Маленький ребенок, он чувствует только счастье в жизни. Хотя он может родиться больным, но это он этого не понимает. Детство всегда изнутри воспринимается как что-то такое удивительное. Я помню, когда мне было лет пять, я увидел первый раз майского жука, такого зеленого большого. И они такие глупые жуки. Они не умеют бояться даже. И он сел мне на руку. Майский жук. Я смотрел на него, и он такой зеленый, большой, красивый. Это было в лесу. И я, это знаете, как сказка какая-то такая удивительная. Я смотрел на этого жука и думал, здорово такой. У меня такие мысли были, какие-то удивительные, знаете, которые невозможно сейчас повторить. дети воспринимают совсем по-другому мир. Он для них удивительный, такой необыкновенный, красивый очень. Потому что карма не выходит, энергия судьбы не выходит еще изнутри человека в это время, детства. А выходит энергия счастья. И поэтому родители так сильно наслаждаются своими детьми, привязаны к детям, хотят рожать детей больше, потому что от них идет энергия счастья. Это же вызывает радость, сердце, наслаждение. И энергия счастья от ребенка привязывает к нему, заставляет заботиться о нем, потому что от него исходит энергия счастья. Но с возрастом энергии счастья меньше уже исходит из тонкого психического тела, а больше экзаменов, больше трудностей, психических трудностей с каждой секундой все потихоньку больше и больше в жизни становится. Для того, чтобы мы становились все сильнее, взрослее, крепче. Трудности закалять должны человек. Но ни один человек не может победить все свои трудности в жизни. Вот в красном платьишке девушка, вы сейчас не побеждаете свои трудности в жизни, они сильнее вас. Да? У вас такой период сейчас в жизни идет, что трудности сильнее вас. Или я ошибся? Это было чуть-чуть раньше, да? Но вы не вышли из этого состояния. Печать остается пока. Это происходит потому, что так действует судьба. Она ставит перед нами экзамены, которые мы не можем сдать сами. Для того, чтобы мы научились жить правильно. Потому что человек, он не является независимым существом в этом мире, как нам кажется. То есть мы пытаемся быть независимыми, но по факту мы от всего зависим. Мы родились не сами, нас родили. Мы зависим от воздуха, от воды, от пищи. Мы зависим от мира на земле. Жить во время войны невозможно. Это страшная жизнь, ужасная просто. Понимаете? То есть мы зависим от многих факторов, от солнца. Нам хочется семью, хочется детей. Мы зависим от людей вокруг нас, от правительства. Мы очень независимы. И возникает вопрос, а надо стать таким сильным, чтобы все-таки быть более независимым? Или надо выбрать такую зависимость, которая победит мою судьбу? Какой путь у человека? Второе. Но первое является вспомогательным. Надо всегда быть очень сильным. И женщине, и мужчине надо быть очень сильным. Просто сила женская и мужская не отличаются друг от друга. Допустим, если взять молитву, то женщина в время молитвы настраивается. Господь, я знаю, что ты сделаешь так, что я вдохновлюсь. Чувствуете, да? Женский настрой. Женщина знает, что Господь ей поможет. А мужской настрой какой? Я буду молиться так, чтобы ты мне помог, чтобы ты меня вдохновил. Мужчина, он вкладывает силы в действие, а женщина в веру. Это разные пути, результат один и тот же. И сила одна и та же. То есть в этом сила женщины верит. Она верит, что Бог ей поможет. Сила мужчины в том, что он трудится для того, чтобы Бог ему помог. Но женщина тоже трудится. Вера — это тоже труд. Но разные направления деятельности. Если женщина будет пытаться сама делать так, чтобы Бог помог, это она разочаруется, она почувствует, что она не может, у нее нет сил на это. Но если она будет вкладывать свою веру, тогда огромная сила из нее пойдет. По-разному работает психика. Но время, что в теле женщины, что в теле мужчины, действует одинаково. Женщина старит время тела и мужчины, и женщины. Что касается психики, то то же самое. С каждой секундой жизни трудности жизни возрастают. Как я помню, я любил слушать песни Боярского, как и любые другие песни. И я помню этот фильм, как бы «Три мушкетеры» там, или сколько их там было. Четыре? Три. Вот. И там была такая песня. «Пора, пора, порадуемся на своем веку, красавице и кубку, счастливому клинку. Пока, пока, покачивая перьями на шляпах, судьбе не раз шепнем «Мерси Богу». Да? То есть, молодость такая она. Она такая вызывающая, радостная, балдежная, да? Это он снимался в молодом возрасте, да? Такая песня была. Теперь постарше, другая песня. «Сорок лет спустя». Сколь дней осталось, Как снять усталость Сделе накладывает такси? О-о-о-о-о-о-о-о Притормози, притормози И отвези меня туда. О-о-о-о-о-о-о-о-о-о Где будут рады мне всегда. так действует энергия времени она сгущает краски становится тяжелее жить понимает с возрастом это нужно для того чтобы мы духовно развивались для того чтобы мы самодовольство постепенно переключались на зависимость сначала у человека очень много своих сил он как бы верить в себя как молодым были как искренне любили как верили в себя первый тайм мы уже отыграли всего лишь успели понять всех друзей мы уже потеряли постарайся себя не терять ну то есть понимаете так действует энергия времени то есть она увеличивает количество трудностей со со временем но человеку кажется что все будет хорошо потому что мы души по природе мы вечные а у души есть три аспекта силы которые не управляет душа всегда верит в счастье душа всегда верит что она будет жить ничего с ней не случится душа верит что будет жизнь дальше будет жизнь она смерть не верит и душа верит то что она знает она правильно все понимает она знает что надо делать вот три аспекта силы который вводит в иллюзии ну то есть мы как бы верим что завтра будет лучше чем вчера завтра будет лучше чем вчера лучше чем вчера лучше чем вчера завтра будет лучше чем вчера самая лучшая песня не спета самая лучшая девушка где ты все еще впереди все еще это так устроена наша психика но время она по-другому устроена то есть она не спрашивает в чем мы хотим его что мы верим она потихоньку увеличивает количество трудностей в пихи в психическом теле и количество старости в физическом теле ты взять взять женское тело оно приносит наслаждение молодое женское тело наслаждает всех и детей и взрослых и пожилых мужчин и молодых всех молодое женское тело наслаждает всех а тело маленького ребенка вообще она просто настолько уникально что она от него исходит счастье во всех аспектах мама с удовольствием своего ребенка даже в попу целует но бабушку никто попу уже не целует маленький ребенок девочка она вырастает постепенно от нее энергии наслаждения исходит бабушки уже не исходит энергии наслаждения попу уже никто не целует хотя маленького ребенка все целуют так действует и на это время дедушку никто и не целовал уже дедушка человек но мужское тело но не и от него не исходит энергия счастья женщина не наслаждается мужским телом она наслаждается тем что наслаждаются ей она наслаждаются вниманием к себе женщин но это же другая тема мы отвлекаемся мы говорим о времени так время она все увеличивать трудности в этой жизни почему потому что цель жизни это не счастье как мы думаем а мудрость мы должны научиться мудрости и мудрость и в священном писании говорят что мудрость человека заключается в том что он должен научиться понимать что сила его вере а не верить в бога а не верить в себя вера это та сила которая наполняет человека жизнь если человек верит в себя то он наполнен собой вот все что он может то он может и сделать но если он верит в бога тогда он имеет свою силу плюс еще силу того во что он верит знаете интересный момент что судьба человека может действовать по-разному например если человек верит старшему тогда через него действует судьба старшего он становится как инструментов в руках у старшего но если вы верны святому человеку тогда святость является основой нашей жизни так меняется судьба как поменять свою судьбу только поверить в святость когда мы идем своей дорогой своей судьбы своей жизни тогда ничего не поменяешь куда бы ни пошли это дорога наш судьбы но если мы верим святость и выполняем обеты перед святостью делаем так как как Святой Человек говорит, Священное Писание говорят, мудрые люди говорят, тогда в этом случае мы зависим не только от своих желаний. Вот, допустим, у меня сейчас какие-то желания есть, на меня действуют какие-то желания. Значит ли, что я должен обязательно идти на поводу у них? Бывают желания очень сильные? Или нет? Нет. Но желания — это же моя жизнь. Вся жизнь соткана только из желаний. Нет ничего другого в жизни. Как же мне не жить, получается, что ли? Допустим, человек хочет уйти от жены, ему понравилась другая девушка. Можно рассуждать на эту тему много, но он чувствует необыкновенное счастье от нее. Он мог бы много рассказать, что он чувствует от этой девушки, которая ему понравилась. Но он вряд ли расскажет о том, что чувствует его жена в это время, его дети. Я видел ситуацию, одни мои друзья расставались из-за того, что девушка, она... И понравился другой. У ней великолепный муж, у ней великолепный сын. Они занимаются духовной практикой оба. Но она попала под влияние чар вот этих вот влюбленностей. Этот человек тоже занимается духовной практикой, в которую она влюбилась. И она ослепла. Она перестала видеть мужа, ребенка. Все. Она ослепла. Она перестала видеть тех людей, которые дороги ей, и она дорога им. Она перестала это видеть. И она ослепла и ушла, в конце концов. Она разрушила свою семью к разочарованию всех нас. Понимаете? Кто был рядом. Но эти люди, непростые люди, они вдохновляли многих на том, чтобы сохранять на дороге себе. Свои деятельности. Это не электора, не наставники, но просто они были в этом процессе. И это было печально видеть. Почему так произошло? Потому что так действовала энергия судьбы. Но что ей делать с этой силой? Она много раз общалась со старшими, со мной много бесед провела. О том, что ей делать с этой силой, ее как бы тянуло в эту сторону. Потом она перестала общаться и сделала свой выбор. Так действует энергия судьбы. Если взять анализ вообще, что это такое энергия судьбы, то можно видеть, что Мотылек погибает, всегда летя к свету. Ученые начали исследовать это и заметили, что самое большое счастье Мотылек испытывает от света. Поэтому летит всегда к свету, что ему очень классно там, на свету. Чувствует счастье большое от этого. Какой результат? Он всегда погибает на свету. Пока летел, да. Немножко, только немножко, да. Мотылеки живут несколько суток всего. Вопрос, зачем? Надо разобраться, зачем. Пока немножко я лечу, я счастлив, а потом трава не горит. Ну, смысл? Жизнь-то большая. Может быть, стоит по-другому как-то мыслить. И я понимаю, что хочется. Вот вы сейчас с позиции вот этого чувства мне говорите. Я понимаю это чувство. У меня тоже есть чувство. Я не бесчувственный человек. У меня тоже есть желание свои, куда-то хочется что-то сделать в своей жизни. Нажда. Но есть разум. У рыбы самое сильное чувство, это чувство вкуса. И в результате этого чувства, она когда она, когда обсасывает червяка, она чувствует ключок, он ее ранит. И в это время поклевка идет, да. То есть она потянула червячка, потом раз. Больно было. Она вот открыла, и называется поклевка, сорвалась. И рыбаки сразу не дергают. Почему? Потому что рыбка должна сделать свой выбор. И какой выбор она делает? Ну, как бы ааааа трава не расти, да? Была не была. Червячок же вкусный. Вкуснее, чем жизнь. Понимаете? И рыбка меняет жизнь на червячка. Ну, человек это не нитка. Ребушка, когда прыгает в рот туда, вы видели эти видеосъемки? Это реальный факт, это не выдумка. Она реально прыгает туда. Она хочет разобраться в одном вопросе в это время. Почему там так страшно? В чем дело? Почему такой страх оттуда и сходит? Я как бы лягушка, я как бы наслаждаюсь жизнью, здесь живу, квакаю. И вдруг какое-то место, где вот не так классно. Надо разобраться в этом вопросе, правильно? Что за ерунда такая? И лягушка она прыгает, чтобы разобраться в этом вопросе. И потом вопрос захлопывается, понимаете? И остается один ответ. И вот он. И вот он. И вот он. И вот он. Субтитры сделал DimaTorzok